Хочу, ребят, с вами поговорить про аутоиммунные заболевания. У меня в основном в подкасте люди, которые либо у меня в каком-то психологическом консультировании, либо по нутрицептикам. Когда-то я сама искала такие вещи и сейчас вам прям максимально-максимально объясню, что с чем можно связывать. Про аутоиммунные заболевания вы на моем канале нашли очень много информации про питание, потому что без этого, к сожалению или к счастью, ничего невозможно решить. Другой момент. Есть медикаментозная природа аутоиммунных заболеваний, есть психологическая, есть просто связанная с стрессами. Моя история личная с щитовидкой была на фоне 10-летней давности, когда я еще в университете во втором училась. В общем, серьезное стрессовое событие, все, что связано со стрессом, может вызвать аутоиммунные заболевания. Также как антибиотики и еще один момент, это утрата кишечной микрофлоры. Микрофлора это супер важная история и когда микрофлора, грубо говоря, патогенная, то все это имеет место быть. Я скажу так, что поговорим об удивительных таких вещах, которые важно исключить. Если вы принимаете какие-то лекарства, будьте уверены, что они вам нужны, а не потому что вы решили сегодня что-то себе там включить из разряда сам себе доктор. У меня есть классный, я организую классный подкаст в Телеграме, я делюсь там информацией. Если вам это, вы хотите, то вам это тоже может быть полезно. Еще один момент, проблема с рецепторами к витамину D, при нехватке витамина D мы очень уязвимы к аутоиммунке и к любой. Аутоиммунка бывает на фоне внешней и внутренней среды, поэтому это нормально, когда дети болеют, таким образом формируется иммунитет. Но бывает еще и чрезмерная история с окружающей средой, когда системная интоксикация, вы находитесь в каких-то местах, где действительно опасно. Про воду я тоже рассказывала, что вода бывает достаточно серьезно загрязнена, и поэтому это все супер-супер важно. Еще один момент, сразу скажу, что если у вас аутоиммунка, то очень важно работать параллельно с психотерапевтом, смотреть по питанию, что убрать антибиотики, восстановить микрофлору, 80% иммунитета это микрофлора. И другой момент, сразу скажу, что можно прям такие включить, грубо говоря, про воспалительные продукты. И продукты, богатые пробиотиками, например, домашний кефир, квашеная капуста, ферментированные овощи, продукты, богатые глютамином, это красная качаная капуста, говядина травяного от корма, рыба, омега-3 жирные кислоты, это все поможет вам исправить данную ситуацию. Будьте счастливы, здоровы и подписывайтесь на мой канал, я с радостью вам отвечу.